Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Гуликов. Коля, привет. Привет, Свет. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Есть один вопрос на сайте хакирова.ру. Напоминаю, что у вас, слушатели, всегда есть возможность задавать вопросы нашим гостям заранее. Мы накануне дня передачи размещаем этот анонс. Он есть, я его чуть попозже задам. Он касается независимой прессы в городе Кирея. Начнем с другого. Начнем с события, которое поразило воображение лично мое и многих моих собеседников. Это байк-шоу, открытие байкерского сезона на Театральной площади. И поразило оно суммой гостей, которые участвовали в его открытии. И особенно всем понравился Марк, который был в косухе с бородой. И незнающий человек решил бы, наверное, что самый главный байкер всей Кировской области там выступает. Чуть позже к этому перейдем. Наверное. Но мне кажется, что это как-то связано с приездом патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Кировской области. Кроме шуток. То есть ты полагаешь, что к приезду патриарха в косухе одевают, да? Я не знаю, на чем приедет патриарх, честно говоря. Но я как-то на Валаме видела, собственно, как на водных мотоциклах и на мотоциклах служители церкви великолепно совершенно смотрятся и держатся. Очевидно, профессионально практически. Ну да ладно, к байк-шоу чуть позже. А сейчас визит патриарха, он все-таки важнее. Как мне кажется, может быть, оспоришь это. В Кировскую область он точно уже приедет, как в Вятской епархии заявили, и возглавит торжества Великорецкого крестного хода. Как ты считаешь, что это конкретно для Великорецкого крестного хода одного из важнейших событий, как мне кажется, не только в церковной жизни региона, а и в культурной, и в туристической? Ну, насчет туристической культурной жизни я, наверное, говорить не буду. Я уже много раз об этом говорил. Что касается вот именно части вот людей, которые искренне верят в Бога, будучи православными верующими, да. Я не думаю, что человек, который искренне не верит, должен ходить в этот ход, да. То есть как бы это не совсем было бы правильно. Не в этом дело. Визит патриарха, ну, в принципе, в той системе, которая у нас сложилась, государственная, где церковь занимает очень важное место, именно православная русская церковь. То есть практически это определенное министерство, я бы даже сказал так, потому что по степени влияния церковных решений на дела государственные наоборот, то есть все очень сильно переплелось. Я бы приравнял визит, скажем так, патриарха, ну, практически к визиту заместителя Дмитрия Медведева, скажем так, вот по-светски говоря. Дмитрия Медведева? Это, например, как минимум по делам вероисповедания, не менее того. И, соответственно, эффект от этого приезда, он должен быть никак не менее, чем если бы к нам приехал, ну, заместитель премьер-министра, да. То есть такого рода визиты, они всегда имеют некий смысл, некое значение и некие последствия. Да, но когда какие-то министры приезжают, ЖКХ, строительство, еще что-то, мы понимаем, что у них просить надо. Ну, все правильно. Здесь тоже что-то будет в таком же плане. А почему Кирилла нельзя чего-то попросить? Там такая же точная система финансовых взаимоотношений. И иногда федеральный центр помогает своим региональным подразделениям. Почему нет? Если провести его, но я не думаю, конечно, что он пройдет весь путь. Я не думаю, что он это сделает. Но если показать ему, по крайней мере, вот это... Возглавит торжества. Торжества возглавит, то есть в Великорецком, вероятнее всего. Но дорогу он это увидит. И увидит храмы, которые там по пути следования, увидит в Великорецком храмы. И вполне возможно, какое-то финансовое вспомоществование от федерального уровня нашей православной церкви сюда последует. Я не думаю, что что-то плохое от этого визита будет, да, только хорошее. А для тех, кто на самом деле искренне верит в Бога по канонам православной церкви, это просто будет большой праздник, потому что довольно-таки редкое событие, да. То есть патриарх нечасто у нас бывает. Я вообще не помню, когда к нам приезжал последний раз патриарх. Да, я тоже не помню. Но вот ты говоришь, не буду говорить про культурную составляющую и туристическую составляющую. Однако приезд патриарха, который возглавит торжества с 3 по 6 июня, потому что 6-го это будет торжественная литургия и молебен в Свято-Успенском Трифоновом монастыре во время, собственно, хода, однозначно привлечет огромное количество верующих из других регионов и соседних. Я бы не сказал огромное количество верующих. Безусловно, увеличится поток верующих. Но если говорить опять же о туризме, да, как... Туризм это все-таки бизнес. Да, конечно. Туризма, как бизнеса, кто-то должен получать профит, то есть прибыль свою. Да, желательно. Желательно, да. Но здесь, вот сколько мы уже говорили о Великоретском крестном ходе, это, безусловно, для привлекательности региона этот ход имеет значение. А с точки зрения финансовой, мне кажется, никакого... Как его используют с точки зрения финансовой. То есть, как бы, да, с точки зрения финансовой, вся прибыль, насколько я понимаю, насколько я вижу, как это происходит, естественно, в бухгалтерию ни в какую я не залезал, да, вся прибыль уходит в отделенную от нашего государства церковь, то есть уходит туда. И, как бы, вот для нас, да, для бюджета, если мы говорим о наполнении бюджета, эта часть туристической отрасли, она практически бессмысленна. Хорошо. Хорошо. Есть еще предположение, что все-таки это предвыборный ход. Что? Приезд патриарха? Да. Потому что, ну, выборы, предвыборные кампании. Игорь Владимирович Васильев не скрывает, что он близок к церкви. Вот они с Марком в косухах вместе. И с Кириллом, говорят, он тоже знаком. С Кириллом, да, был Кириллом, даже какой-то орден дал, по-моему, да. Ему вручал орден, вот буквально недавно. Там очень забавно вышло. Дело в том, что такой же орден есть у нашего депутата Госдумы Олега Дарьяновича Валенчука. Точно такой же. Вот. И получилось так, что Игорь Владимирович сначала съездил на съезд садоводов. А потом получил орден. Игорь Владимирович, чем и с Кириллом, они очень взаимосвязаны. Так, двигаемся дальше. То есть, ну, все-таки ты считаешь, что Игорь Владимирович приложил эту трогу к приезду патриарха. В любом случае такого уровня визит без согласия, условно говоря, без согласования с первым лицом региона, он невозможен. Потому что, я еще раз говорю, что это ранг очень высокий для нашей страны, патриарх. Говорить, что Кирилл приедет агитировать за Васильева, я, наверное, не рискнул бы. Это очень разные уровни. И если говорить о том, что есть какой-то предвыборный характер у этого визита, то это, скорее всего, мне кажется, связано с выборами 2018 года. Выбор президента. Потому что это гораздо более важное для федеральной власти, выборы гораздо более важные. И вполне возможно, что в это русло вписывается. Потому что ясно, что церковь у нас это активный агитатор на выборах. Она давно уже эту функцию исполняет. И очень хорошо исполняет. Потому что мы понимаем, как слово наставника духовного, оно важно для людей, которые голосуют. А в церковь ходят в основном люди, которые голосуют. То есть, люди уже более возрастной такой категории, которые привыкли и ходят на выборы. Понятно, что это очень сильный инструмент в предвыборной борьбе. Но я не думаю, что этот визит связан именно с нашими губернаторскими выборами. Немножко не тот уровень. Хорошо, тогда вот про нашего, да, руководителя нашей церкви с тобой поговорим. Участие Владыки Марка в открытии байк-сезона. Одновременно с участием также Игоря Васильева. Замечательный совершенно фотоотчет на сайте бизнес-новостей. Тогда же в воскресенье последовал. Вот это, наверное, уже свет можно вполне вписать в то, что происходит у нас. Начало предвыборной кампании, старт предвыборной кампании. Потому что и до этого уже замечены на мероприятиях были вместе Марк и Игорь Владимирович. Причем на мероприятиях, где именно была агитация определенная. За Игоря Владимировича вспомнит тот же концерт этого австралийского гитариста. То есть это уже тема пошла. Это уже уровень нашего губернатора. И такого рода мероприятия, связанные с байкерством, популярным в определенной молодежной среде, они вот как бы... Ведь это не первый опыт наших священнослужителей по работе с байкерами. Сама знаешь прекрасно, что, по-моему, даже чуть ли не в России первый этот орден преображения у нас был создан, где священнослужители объединились с молодежным движением и стали наставлять его в Кирове на истинный путь. Поэтому как бы новизны большой в этом нет. Но то, что уровень повысился, и уже не просто там настоятель какого-то храма, а уже архиепископ, и вот чин-то, по-моему, такой, я не помню точно, митрополит, или не помню точно, я не очень разбираюсь в этой, да, иерархии. Вот, высокого чина церковнослужитель и губернатор. Вот, то есть здесь, конечно, уже, да, определенный предвыборный душок. Если ничего дурного в этом нет, каждый может использовать все эти возможности, которые имеет. Хорошо. Продолжаем особое мнение. Ну, буквально сделаем перерыв на полминуты, после чего с новыми вопросами здесь, в этой студии, и со своими ответами Николай Голиков. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Особое мнение высказывает сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Мы переходим к городским вопросам, и я хочу с тобой обсудить историю с неожиданным порывом ветра, такой силой, что он снес практически достроенное здание спорткомплекса на улице Воровского. Ну, и не только здание спорткомплекса. Он много что успел снести в нашем городе. Мне не понравилось слово «свет» «неожиданный». Почему он неожиданный? О том, чтобы этот ветер, в общем-то, предупреждали, как всегда, заранее. Ну, я думаю, что когда строится здание, в принципе, надо понимать, что есть ветер. Ну, вообще, если это строится не избушка там на ФНАФа и Нуф-Нуфа, я имею в виду, да, то есть вот этих вот трех поросят, а строится капитальное здание, то вопрос от того, что будет порыв ветра, он вообще не должен рассматриваться. Вот это... Ветер не может капитальное строение никаким образом повредить. Давай поясним еще слушателям еще раз там координаты. Это около Макдональдса на улице Воровского, напротив Большого Глобуса. Достаточно большое такое здание, которое строилось как спортивный комплекс, и оно должно было быть сданным с отделкой, с отделкой к 1 июня этого года. Порыв ветра, который там налетел, когда? Вчера. Вчера? Вчера. Вчера. Точно. Попугал нас ветром, после чего все прекратилось. Он все снес напрочь, остался только остов. Ну, вот ты знаешь, насчет отделки ты тоже хорошо сказала. Видимо, отделку просто сделать не успели. Дело в том, что специалисты говорят, что иногда вот такое здание спасается просто за счет того, что обои успели поклеить, да? У нас в Кирове есть несколько зданий, где реально вот эти вот трещины в здании возникают. И если бы... Почему? Обычная бумага, она очень крепкая на самом деле. Обычные, хорошие бумажные обои, собственно, не дают этому зданию ползти дальше. Так что просто ребята не успели, видимо, сделать отделку, поэтому ветер вот, к сожалению, эту избушку снес. Самое обидное в этой истории, как, впрочем, в многих других наших таких грустных историях, да, вот связанных там с тем же льдом, там, с сосульками, не знаю с чем, со снегом, с крыш. Это ведь все всегда заранее известно, да? Неожиданные снегопады, да, у нас вот неожиданная зима у нас всегда приходит, весна тоже у нас какая-то странная, неожиданная. Все это всегда заранее известно. И об этом же здании будущего этого спорткомплекса писали несколько наших порталов. Вот я сейчас на портале Кирафру. Слухи в городе. Строящийся спорткомплекс опасен для жизни, задает вопрос нашей коллеге. И пишут, что наш читатель сообщил нам о грубейших нарушениях при строительстве спорткомплекса на улице Воронского. Причем, там ведь, эту информацию я тоже видел, там ведь не просто читатель сообщил. 10 апреля. Читатель сообщил с очень точными техническими подробностями, с фотографией. Кто-то из работающих. Да, то есть человек, который в этом разбирается. Он сказал, что эта стройка не жизнеспособна. Конкретно это сказал, да. Это было, по-моему, где-то за месяц до того, как. Если не раньше, посмотри, да, тут точно там. Это было 4 апреля. 10 апреля. 10 апреля. Практически за месяц до того, как вот этот неожиданный ветер эту избушку разрушил. Информация была. И причем информация была хоть там и озаглавлена, что это некий слух. На самом деле информация была вполне конкретная, с данными, с наименованиями изделий, с характеристиками всем. И никто на нее не среагировал. Не сами строители. Ну, я понимаю, что они это и так знали. Не те люди, которые контролируют строительство этого объекта. А у нас ведь строительный контроль-то, по идее, должен осуществляться ежедневно. И вот каким-то образом, не знаю, в надежде на какое, опять-таки, авось. Ну, может быть, и хорошо, что он разрушился сейчас, а не после 1 июня. Может быть, это и хорошо, потому что, по крайней мере, никто не пострадал. То есть убытки, я думаю, понесет, конечно, компания строителей, совершенно справедливые. Но люди, по крайней мере, не пострадали. Но вот это отношение к такого рода сигналам, оно меня всякий раз угнетает. Мы всегда все знаем заранее и терпеливо сидим и ждем, когда это произойдет. Здесь уже конкретно сообщают. СМИ распространяют информацию. И никто не вздрогнул. Никто со своего стула не поднялся. Потому что у нас есть люди, которые потом встают и красиво говорят, мы слухи не комментируем. Есть такое. Есть такое, да. Вот хорошо. Будем ждать следующих слухов, следующего обрушения. И опять же, я говорю, дай бог, чтобы никто при этом не пострадал. Ты думаешь, последствия какие-то будут, наступят? Последствия наступят, я думаю, в порядке, может быть, уголовного производства какие-то, если будут нарушения. В отношении мастера какого-нибудь. Да, 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 да. Потому что ведь окажется, на самом деле, не... Что застройщик не экономил деньги, там мастер виноват. Нет, не владелец же, конечно, фирмы. Там все в документах в порядке. Здесь должно быть то-то, то-то. А уж там что сделали мастера, напортачили. И какой-нибудь, а может быть, даже не мастер, может вообще какой-нибудь сторож, у кого зарплат поменьше, чтобы вычитать можно было подольше потом этот ущерб. Вот так произойдет. Мы не первый раз с этим сталкиваемся. Это было у нас, вспомни тот же принотальный центр, вспомни там. Да много этих историй, да. Когда в итоге отвечали люди, которые, ну, явно не принимали этих решений. Это мы говорили о... Это очень грустная история, на самом деле. Да, это мы говорили о разрушении почти достроенного спортивного комплекса на улице Воровского. Все-таки правда. Пока сосулька не прибьет старушку, ничего не случится. А, и сосулька уже не первую старушку прибила. А что-то случилось. В том году это было, в этом году снова произошло. Так ведь даже руководитель города в отставку не подал, понимаешь? Хотя это уже второй случай, это прямая его ответственность. Понимаешь? Нет. Да. Сейчас хотелось бы немножко разрядить обстановку и поговорить на любимую тобой тему. А конкретно проговорить за наш вятский футбол и любимую твою команду Динамо. Это ты называешь «разредить обстановку», да? Да. Ты всегда очень радуешься. Одна грустная и другая. Динамо выиграла последний матч. Понимаешь, Динамо выиграла последний матч. По крайней мере, этот розыгрыш первенства без побед они не остались. Хотя бы одну победу одержали. Это ничего не меняет. То есть они глухо отстают от всех ближайших своих соперников и не догонят. А тут посмотри, какая хорошая новость. Ольга Куземская возглавила Кировская Динамо. Она стала президентом футбольного клуба Динамо. И значит, поясняется, что Ольга Куземская очень спортивная женщина. Ну, это видно, она, кстати, прекрасно выглядит совершенно. Да, бодибилдер, бодифитнес, уши. И в интернете даже можно найти ее, так сказать, без шубки, да, без шубки можно увидеть. Да. И, значит, Алексей Камышев, который раньше был президентом Динамо, он сейчас, насколько я понимаю, в Гордуме, да? Так он и был в Гордуме. Он говорит, что у Ольги Куземской достаточно опыта работы на руководящих должностях, и она способна справиться с работой президента клуба. А Куземская в ответ говорит, что вектор развития клуба будет сохранен. Вот это уже очень хорошая фраза. Что я имею в виду? Не уточняется? А лучших местных футболистов пригласят Динамо. Нет, не уточняется ничего. Не уточняется, потому что вектор... А расскажи нам про вектор развития клуба Динамо. Вектор последних лет развития, это Динамо просто тихонько угасало. Пока не угасло окончательно. Вот цифры из турнирной таблицы нынешнего первенства, об этом говорят, когда там команда уже в завершении практически чемпионата, имеет там сколько она сейчас, две ничьиха, одна победа, пять очков. То если этот вектор будет сохраняться, то это скорее будет называться ликвидационная команда, нежели президент. Это главный ликвидатор будет. Вот. Ежели за счет повышения статуса президента Динамо все-таки удастся каким-то образом решать свои финансовые... Ведь все упирается, на самом деле, в финансовые вопросы. Все, абсолютно все. Даже привлечь талантливую молодежь в клуб, где нет денег, это очень сложно. Она уедет в соседний город, где эти деньги есть. Так у нас, собственно говоря, и происходит. Очень многие воспитанники кировского футбола прекрасно играют в других городах, в профессиональные клубы. Там, где к этому изначально относятся по-другому. Я не говорю о том, что областной бюджет должен поддерживать профессиональный спорт финансово. Потому что, тем более, сейчас и президент страны говорит, что это не надо делать, и премьер-министр говорит, что это не надо делать. Денег нет. Но держаться-то как-то надо. А надо ли? Вот вопрос. В этом конкретном контексте, в контексте развития таких команд, как Динамо и Родина. В любом конкретном случае, когда в городе развит вид спорта и нет профессионального коллектива, этот вид спорта обречен на вымирание. Потому что нет вот именно того самого вектора. Когда мальчик начинает там 6 лет заниматься футболом и знает, что в перспективе через 12 лет он может играть в команде мастеров. Есть перспектива, есть направление. Он хочет, он занимается, у него есть цель. Понимаешь? Если команду мастеров убрать, то цель пропадает. А я видела другую систему, Коль. Какую? Я видела буквально на днях программу про Китай и про ведущих футболистов мира, которых туда приглашают в качестве тренеров. Покупают за деньги. Они открывают интернаты. И туда свозят детей талантливых. У нас такие интернаты, свет, тоже есть. Которые там живут. И вот они пополняют команды. У нас эти интернаты тоже есть. Они у нас есть. Они есть и в Сибири, есть и в Дмитровграде, условно говоря. Есть футбольные интернаты. Но дело в том, что когда они открывали, в свое время Абрамович открыл прекрасный интернат, вот как раз в Дмитровграде. Оттуда вышли несколько очень известных российских футболистов, даже на мировом уровне. Но дело-то в том, что сменилась конъюнтура, и интернаты сейчас тоже не финансируются. Китайцы пошли по другому пути. Они тоже хотят развивать. Они делают то же, что сделали американцы. У американцев никогда не было развит вот этот футбол. Они его называют сокер. Таким обидным словом, каким-то, мне кажется. Ну, там другой корень, конечно, но суть та же. Они решили, что раз весь мир на этом зарабатывает деньги, то давайте мы тоже это сделаем. Они привезли кучу звезд. И сейчас у них футбол один из самых посещаемых видов спорта, и он на самом деле стал приносить им деньги. Но сколько они вложили в это, понимаешь? Здесь вопрос всегда именно финансовый, потому что никакой молодой человек на зарплату в 12 тысяч бегать не пойдет. Ну, так скажи ты мне, пожалуйста, дорогой друг. Вот если Георгий Барминов, министр спорта региона, заявляет в интервью первоисточнику, что правительство заинтересовано в том, чтобы большой спорт в области сохранился, такие клубы, как Родина и Динамо Олимпия развивались, но при этом поддержки от властей финансовой не ждите. Я всегда привожу очень простой пример. Я беру 2008 год, когда две команды, Динамо Киров и светотехника Саранск, играли в одной зоне второго дивизиона. И потом у нас наш великий Никита Юрьевич объявил, что мы больше не будем поддерживать профессиональный спорт. А из Мордовии тогда был там Николай Меркушкин, сказал, а мы будем. Он не из бюджета их поддерживал. Он просто взял предприятие. Не одно, а несколько предприятий. Игорь Владимирович Васильев сделал то же самое в прошлом году. Но может быть он не так убедительно поговорил. Как не так убедительно? Мы же даже тут в этой студии разговаривали о том, что люди собрались и выложили деньги. Кто сколько мог. Возможно эти деньги были потрачены неправильно. Может быть он не проконтролировал дальнейшее их прохождение. Но тем не менее в 2008 году наши пути разошли. Сейчас продолжаю историю. Динамо Киров сейчас мы видим где. А команда Мордовия, она переименовалась команду Мордовия, находится сейчас в высшем дивизионе. Понимаешь, это движение оно какое? Когда ты находишься в низком дивизионе, ты затратная команда. Когда ты попадаешь дивизионом выше, ты уже начинаешь отрабатывать деньги на рекламных контрактах. Когда ты попадаешь в высшую лигу, в премьер-лигу, ты уже вполне себе активный действующий агент. Ты можешь иметь генеральных спонсоров и так далее. Тебя показывают по телевидению и так далее. То есть появляется уже доходный источник. Не везде он так велик, как хотелось бы, но несколько наших клубов совершенно спокойно уже существуют. Ты призываешь опять напрячь наших бизнесменов, которые не хотят. Вот они не хотят. Они все там, знаешь, кто тайно, кто явно. Говорят, мы не хотим финансировать Родину. Вот знаешь, когда в студии здесь сидел Василий Алексеевич Киселев, который, кстати, также очень напрягал бизнесменов. И они очень хотели отдавать эти деньги. Но дело в том, что они поступали правильно. И он им говорил правильно. Ребята, эти деньги надо не мне отдавать. Эти деньги надо отдавать не кому-то еще. Эти деньги надо отдавать конкретно в клуб. И наблюдать, как и на что они тратятся. Вот тогда, когда предприниматель видит вот это движение денег, да, что они уже не в какой-то там попечительский непонятный совет, где непонятно, кто ими как-то управляет и куда они уходят, тоже не видно. А когда конкретно клуб получает деньги от тебя напрямую, и ты видишь, куда эти деньги ушли, ты можешь это оговаривать. Они, ты знаешь, почему-то Василий Алексеевич говорит, что они как-то охотно и радостно соглашаются. И футбол-то ведь любят, это спорт номер один. Ну и ты думаешь, с этой задачей Ольга Куземская справится? Ну, если с этой задачей не справится и о зам губернатора, значит, тогда дела у нас с футболом совсем плохие. Привернемся сейчас на две минуты. Буквально у нас реклама, после чего продолжим особое мнение с Николаем Голиковым. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение высказывает сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Возвращаемся к выборам. С чего начали, тем продолжаем, можно сказать. Я бы хотела обратить сейчас внимание наших слушателей, потому что ты-то уж прекрасно сам знаешь, о чем речь идет, на авторскую колонку главного редактора ТДТ. Ты так в третьем лице, да? Да-да-да, Николая Голикова, между прочим. Авиакрита называется колонка, она свежая и, как всегда, отличается товар-деньги-товар коллажами замечательными. Тут такое на фоне нашего серого здания областного правительства. Будда. Сидит Будда на постаменте вместо Ленина. И название Авиакрита тоже буддийское название. Да, и, значит, такой подзаголовок. Почему в Рио губернатор Игорь Васильев и его команда ведут себя так, словно очень хотят проиграть сентябрьские выборы. Ты знаешь, поскольку у нас радиопередачи, слушатели ждут, то Авиакритный ты не отделаешься. Это что такое? Это отказ от ответа, можно сказать, практически. Нет, Авиакрита нет, это не отказ от ответа. Авиакрит – это бессмысленные и бесполезные вопросы. Например, есть ли Бог в пиве, есть ли у нас жизнь в какой-то планете. То есть, когда монах один докучливый пришел к Будде и задал ему эти вопросы насчет Вселенной, насчет сути, смысла жизни и так далее, Будда ответил ему молчанием. Да, и ты тут проводишь очень много всяких параллелей, которые нужно разъяснить. Но вывод, который я делаю, он совпадает с твоим подзаголовком, что они хотят проиграть сентябрьские выборы. Ты вообще почему сомневаешься в жизнеспособности идеи Васильевна, наш губернатор? Я не сомневаюсь в жизнеспособности идеи Васильевна, наш губернатор. Мне кажется, что сам губернатор немножко сомневается в жизнеспособности этой идеи. Вот в чем дело. Началось все с того, что я иногда читаю у московских политологов, ну, есть такая дурная привычка. И там проскочила такая тема, что с приходом в администрацию президента Сергея Киренко, система поддержки назначенцев Владимира Путина резко изменилась. Теперь они не будут во что бы то ни стало добиваться того, чтобы их назначение был избран. Они будут добиваться того, чтобы был избран жизнеспособный губернатор. Вот мы тебе уже дали все. Тебе дали благословение высшего лица государства. Дальше доказывай, способен ты на это, либо нет. Вот такая тема прошла, и прошла не у одного автора, из чего я сделал вывод, что где-то это было, видимо, сказано на каком-то из закрытых совещаний, либо собраний. Потому что все независимые друг от друга из разных совершенно политических сил авторы не могут ссылаться на случайную там какую-то цитату. Я подумал об этом, думаю, ага, а если федеральный ресурс будет молчать, что делает Игорь Владимирович для того, чтобы стать нашим губернатором? То есть молчать, не поддерживать ничем? Ну, может быть, как-то там, ну, короче, не будет там затыкать всем рты, зажимать там все остальное, не допускать технологии, вот в таком массовом порядке использоваться не будут. Будет такая проверка, вот, а способен ли ты, да, на самом деле. Вот, а я еще подумал с другой стороны, а Игорь Владимирович, это вообще надо или нет? Понимаешь, какая ситуация? Вот он был практически федеральным министром, да, руководителем Росреестра. Очень серьезного, да. Очень серьезного уровня. И вот очень толковый мужик-то, он мне очень нравится, реально. Вот я сколько раз говорил, что он мне вот как вот, как человек очень симпатичен, да, у него, ну, не может человек такой вот, да, вот, иметь каких-то других перспектив в жизни. Иметь других перспектив, кроме как назвать Кировской области. Я думаю, что Кировская область ему, да, Кировская область ему явно не снилась в таких снах, мечтах, да. И вот это предложение Владимира Владимировича, я не думаю, что оно было для него оптимальным. С другой стороны, отказать Владимиру Владимировичу нельзя. Ну, нельзя. Я еще не слышал таких историй. Это случается только один раз. Да, это случается только один раз. После этого можно, ну, не знаю, там, дай бог, в деревне тихо же мирно жить, но где-нибудь очень далеко. Вот. И возникла такая дилемма, я думаю, ну, вот не хочет человека, надо. Но ведь есть же другой способ. Можно приехать, можно сымитировать некую деятельность, можно сымитировать некую предвыборную кампанию и проиграть ее. Да? Ну, проиграл я. Ну, вот оказались сильнее какие-то местные силы, да. Такая область вообще такая, она тормозная, тут все как-то местечковое такое. Вот. И я сравнил. Вот смотри, вот если взять Игоря Владимировича, ему сейчас 56. 56. В сентябре будет по-прежнему 56. Он проиграл губернаторские выборы. Что-то в его жизни сильно изменилось? Нет. Перспективы роста у него есть, есть и в бизнесе, с его-то связями. Да, я думаю, в политике он не пропадет, он остался тем же путинским человеком. А вот через пять лет, если он выиграет эти выборы, ему будет уже 61. И поруководит авиатской губернией. Да, еще вероятнее всего не особо хорошо, потому что этой губернией сложно хорошо руководить. С перспективами станет гораздо туже. И там, и там. И возраст уже другой, да. И вот зачем ему эти пять лет здесь? Вот ему просто, я не понимаю, зачем. Дальше мы начинаем уже смотреть, собственно говоря, а что, как можно эти выборы проиграть? Это очень просто. Вот надо делать так, делает он. Вот смотри, та же идея, да, наведение элементарного порядка. Свет, ты же вот не только красивая женщина, у тебя же еще хозяйство, ребенок, да. Чтобы навести в квартире элементарный порядок, сколько минут нужно? О, Коль, пару дней. Элементарный порядок, Света. Я не говорю, что делать дневную уборку. Хорошо, каждое утро происходит. Да, это происходит каждое утро, это занимает несколько минут. У нас человек идет на выборы в сентябре под лозунгом наведения элементарного порядка больше, чем через год после того, как он возглавил регион. Слушай, если мужик элементарный порядок больше года наводит, Света, я даже понимаю, почему некоторые женщины живут в одиночку без мужиков, да? Потому что такой мужик нафиг не нужен. Ну, слушай. Ну, ты понимаешь прекрасно, да? Женщин во власть. То есть сам по себе лозунг, мало того, что он еще пересекается, может, как-то говорили тут в студии с известным стихотворением Алексея Константинского Толстого, да, насчет порядка, которого нет. И сам лозунг, год наводить элементарный порядок, извините, это вот человек с таким лозунгом, это явно он хочет проиграть. Ну, уж прям в лозунг все уперлось, что ли. А ты знаешь, лозунги имеют большое значение, да? Дальше, да мы не просто смотрим, что он делает, где он делает, с кем он ругается, к кому он дорогу переходит, да, как вот он этот самый элементарный порядок наводит, да. Мы понимаем, что как бы он не особо озадачен тем, чтобы вот как-то выстроить вокруг себя работоспособность. Это ты элиты кировские имеешь в виду? В том числе элиты кировские, и не только кировские. Понимаешь, вот я не буду называть, безусловно, фамилии, я не хочу людей подводить, но когда ты говоришь с главами районов, которые приходят к тебе с вопросом, мы не понимаем, как его избирать. Потому что к нам пришли и сказали, вы должны ругать Белыха, и вы должны наводить элементарный порядок. Да, вот два пункта. Наведение элементарного порядка и плохой предыдущий губернатор. Во-первых, им непонятно, почему мы должны ругать человека, которого год назад хвалили, и который действительно что-то делал для нашего района. И люди это знают. Тоже по моей вспомнить, да, как поднялись очень многие населенные пункты за счет этого. Мы не понимаем, то есть мы в дурной ситуации. Во-вторых, насчет этого же порядка мы тоже не очень понимаем, потому что район маленький, все друг друга знают, все прекрасно понимают, как кто работает, да, и все понимают, что все, в общем-то, в порядке. И что значит, мы должны теперь вот, опять же, наших там малых бизнесменов, которые, собственно, наполняют наш бюджет, мы должны их что? Забыть, выгнать или как? Осудить или что-то еще сделать? И почему мы должны это делать, если они, на самом деле, наполняют наш бюджет, дают нам работу? Да, там есть определенное трение, связанное с налогообложением, без этого никто у нас не живет. Они очень сложные. Мы не понимаем, как за него агитировать. И нам никто не говорит. Нам не объясняют. Ну, там есть еще, кстати говоря, третий вариант. Третий вариант. Ведь, может быть, есть такая схема, что Игорь Владимирович избирается, год-два поработает, и дальше какая-то другая перспектива. Ну, понимаешь, чтобы избраться, она довольно сложная и затратная. Гораздо проще, мне кажется, и дешевле просто проиграть или выйти во второй тур и там проиграть, не знаю. А разве это можно сделать без поставленной задачи? Просто проиграть? Можно. То есть, если просто имитировать избирательную кампанию, а вот эта газета, которую выпустили массовым тиражом, что это как-то имитация избирательной кампании? В апреле. А как она называется? Наш губернатор, не помню. Это же просто изображение. Мы потратили деньги на эффекты от этого. Ты в руках ее держал, эту газету? Да. Да, я держал ее в руках. Эффект, любой политтехнолог, даже начинающий, скажет, что эффект от апрельской газеты он равен ровно нулю. Даже в плане того, чтобы повысить узнаваемость персонажа. Он ни о чем. Это вот уже сейчас никто эту газету не вспомнит. Вот эти вот висящие штучки, которые еще шевелятся, иногда очень забавно при этом шевелятся. Баннеры на улицах. Да, баннеры на улицах. Они скорее раздражают, потому что не очень понятно, что этот дядька здесь делает, то он такой и так далее. А вот этой текущей работы такой предвыборной, когда человек что-то начинает делать такое, чего до него никто не делал. И вот в процессе где-то к июлю, к августу это происходит. У Никиты Юрьевича это хорошо получалось. Этого нет. Этого нет. То есть я понимаю так, что изначально расчет был такой, ну раз вы меня сюда послали, то гарантируйте мне избрание. Потом, видимо, это изменилось в связи с тем, что все-таки Кириенко появился в администрации президента. А раз вы не гарантируете мне избрание, то мне-то оно не особо и нужно. А с кем мы останемся-то? Господи. А почему? Почему ты так сразу грустно говоришь, с кем мы останемся? Так вот оппозиция никак определиться не может. Да, и определяться еще время есть. Мы останемся с тем человеком, который хочет быть губернатором. Это, по крайней мере, это, по крайней мере, уже плюс. Это ты оптимист, мне кажется. А какие-то локальные задачи, то есть связанные с тем, что вот сейчас правительство приехало же, какое-то работа, причем сам состав правительства, он говорит о том, что эта команда, по-моему, временная. Вот их собрали на конкретный срок. До сентября, ребят, сидим, потом все по своим делам. За это время мы все там что-то утрясем. Мы тут поставим своего оригинального оператора по мусору. Это же будущие деньги. Мы там в лесу посадим, зачистим лес, уберем всех этих мелких, ненужных местных предпринимателей. Кого-то там своих приведем. Я условно очень говорю. Я никого ни в чем не обвиняю. Мы там, что миллиард нам на дороге поступил. Мы проверим, чтобы этот миллиард ушел нужным поставщикам, нужного битума, не знаю чего. Чтобы все ушло в нужные руки. Вот до 14 сентября он на себе определенный проект. Мы его решим. А потом разъедемся. Нормально, хорошо. Повеселимся заодно чуть-чуть. Вот именно это меня натолкнуло на мысль, что мы, скорее всего, идея, что Васильев наш губернатор, она не овладела, во-первых, массами, во-вторых, не овладела и самим Игорем Владимировичем. Это по следам колонки Авиакрита на сайте Товар, Деньги, Товар. Ну и вот Анатолий дождался своей очереди. Он вас спрашивает, а я ему оставила две минуты. Есть ли в Кирове независимая пресса? Спрашивает он. Ну, во-первых, я возглавляю журнал, который, вот как его не вертить, он независимый. Во-вторых, вот это слово независимый, оно обычно задают люди, которые, вот знаешь, хотят кого-нибудь грязью облить и говорят, вот напечатайте эту статью у меня в газете. Да, еще подпись свою поставьте, только не мою, потому что если узнают, что это я писал, кошмар будет. А когда ты говоришь, нет, я не буду отпечатать, он говорит, о, а говорите, что вы независимая пресса. Как это понимать? У каждого издания есть владелец. И суть независимости в том, что этих владельцев много. Они разные. Ну, а с другой стороны, есть определенные правила игры, есть законы печати, которые мы должны уважать и соблюдать. Независимая пресса в Кирове, безусловно, есть. Безусловно, есть и довольно-таки много. Другое дело, что понимать под словом независимость. Вот отвязной газеты, которая бы печатала все, что вам захочется, такого нет и уже не будет в этой стране, пока у нас вот такой сейчас, пока у нас такая страна, этого уже не будет. То, что было в 90-е годы, уже не повторится. Потому что тогда, конечно, на требования закона, и закон был гораздо более мягок тогда, с тех пор его много раз изменили, и не особо внимательно за исполнением закона следили федеральные службы. Ну, тогда имеет смысл, наверное, сказать, есть ли у нас качественная пресса, может, об этом речь шла? Если речь идет о качественной прессе, то она у нас тоже есть, вы понимаете, я с удовольствием читаю местные газеты до сих пор, в том числе и тот же «Вятский край», который там, несмотря на все вот эти пертурбации, сохранил определенный хороший очень уровень там. Я с удовольствием читаю свои собственные журналы, очень наслаждаюсь тем, что у нас можно где-то что-то почитать, именно то, что надо читать на бумаге, а не на экранчике, да? У нас есть много очень качественных ресурсов, в том числе интернет-ресурсов. Господи, мы сидим в студии «Эхо Москвы», еще говорят, есть ли у нас качественная пресса. Конечно, есть свет. И качественная, и независимая. Другое дело, что независимость и вседозволенность, конечно, очень разные вещи. Николай Голиков, его особое мнение, программа подошла к концу, у микрофона работала Светлана Занько, всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Продолжение следует...